Материальная помощь для запорожцев. На девятой сессии Гурсовета депутаты приняли программу под названием «С теплом к людям». Она предназначена для оплаты услуг отопления в зимний период. В рамках программы жители города могут получить финансовую помощь от 200 до 400 гривен в зависимости от площади квартиры. Как можно воспользоваться городской субсидией – далее в сюжете. Девятая сессия Гурсовета открыта. Пленарное заседание начинается с приятного события. Поздравляют паралимпийцев с победой в Олимпиаде. Они выбрали для нашей страны 10 медалей. Три золотых, пять серебряных и две бронзовых. Спортсменам под аплодисменты вручают грамоты и медали. Уже на следующей сессии паралимпийцы получат денежную премию. Такое поручение своим заместителям дал мэр Владимир Буряк. Сами спортсмены выразили благодарность запорожцам за поддержку. Мы привозим медали. И ваше к нам отношение, к нам спортсменам-инвалидам, к тем, чем мы занимаемся, я вижу, как оно меняется. Поэтому большое спасибо, что вы понимаете, как это важно, как это важно для страны. После всех поздравлений депутаты переходят к повестке дня. Им предстоит рассмотреть около 70 проектов решения. Среди основных программа с теплом к людям. Эта субсидия предназначена для жителей города, которые не пользуются льготой от государства и имеют доход менее 2800 гривен. Чтобы получить материальную помощь, нужно принести в управление соцзащиты заявление и декларацию. И даже если у тебя будет насчитана субсидия 0, в связи с тем, что твой обязательный платеж превышает нормы потребления, ты можешь все равно претендовать на городскую программу Владимира Буряка с теплом для людей, из которой нам установлена социальная помощь, пусть небольшая, но все равно от 200 гривен до 400 гривен в отопительный сезон. Программу депутаты поддержали, также голосуют за увеличение разовой помощи для детей с особыми потребностями. Раньше они получали от 300 до 500 гривен. Теперь им будет выплачиваться до 1000 гривен. Телеканал МТМ приносит извинения своим зрителям. В связи с техническими проблемами, днем прямого эфира сессии не было. Более детальной о других проектах решений, в частности, будет ли вывозить львовский мусор на Запорожский полигон, смотрите в других выпусках новостей на телеканале МТМ. Дарья Симутина, Владимир Шот.